Я вот так оделась, чтобы не смущать хасидов. Всем привет! В прошлый свой приезд в Умань я сняла видео о хасидах. Вот ссылочка на него в правом верхнем углу. А потом задумалась, а ведь видео только о хасидах-мужчинах. А где же их женщины? Как выглядят они? Чем живут? Что им можно, что нельзя? Так что сегодня я расскажу, что мне удалось выяснить о хасидках. А в конце видео немного об отношении уманчан к хасидам. Одежда. В иудаизме существует особый закон, регламентирующий нормы поведения женщины-иудейки. Он называется снилт. Согласно этому закону, женщина обязана не просто носить головной убор, а полностью скрывать свои волосы под платком, тихлем. В иудаизме женские волосы считаются соблазном, отвлекающим помысл мужчины от Бога и направляющие их в греховное русло. Распущенные волосы нарушают все законы снилта. Даже выбившаяся из-под платка прядь или один-единственный волосок считаются нескромными и провоцирующими. Чтобы не вбергать своих мужей в грех, некоторые истинные иудейки бреют голову наголо, а затем покрывают ее платком или париком. Шейтель – парик из искусственных или натуральных волос, который носят многие замужние еврейки, принадлежащие к ортодоксальному иудаизму. Для женщин является нескромным обнажать ноги, руки и область декольте. Они никогда не носят брюк, обтягивающих платьев и блузок, коротких и узких юбок и в любое время года надевают чулки или гольфы. Обувь носят закрытую. Босонушки разрешены разве что малышам. Если вы идете в хосинский квартал, руки выше локтя, ноги выше коленей и все, что находится между этими зонами, должно быть прикрыто. То есть уж точно никаких декольте, мини-юбок и маек. А вот длинное платье или юбки приветствуются и обязательно свободного покроя. Но если вы будете одеты неподобающе, вас в общем-то не побьют, а при входе к могиле нахмана дадут чем прикрыться. А вот еще один запрет. Женщина не может петь перед мужчинами, потому что женский голос считается очень соблазнительным. То есть женщине запеть перед хосином все равно, что раздеться до гола. Хосидки рано выходят замуж, потому что их жизнь должна быть посвящена религии и семье. Сексом можно заниматься только с целью начатия, то есть предохраняться никак нельзя, разве что есть медицинские показания. Если же таких нет, но семья больше не хочет детей, пара обязана обратиться к Рэбе, и если тот разрешит, можно будет предохраняться. В хосидском квартале Умани я видела хосида кратной строгости. Одни были одеты по понятиям, под снилку, то есть, а другие просто невызывающие. Из чего я сделала вывод, что ортодокс ортодоксу розни. А теперь зайдем на женскую половину могилы цадика Нахмана. В прошлом видео я вам показала, где молятся хосиды мужчины. Безусловно, женская половина намного скромнее. Но хорошо, что она вообще есть. До 2011 ее не существовало. Вспомним, как выглядит мужская половина паломнического центра при могиле цадика Нахмана. Кстати, хочу вас просветить. Вот эти звуки «пс-пс» так обращаются к человеку, имени которого не знают. И в этом нет ничего обидного. А теперь посмотрим, где молятся хосидские женщины. Набравшись смелости, иду за тремя хосидками. Я надела кофточку с рукавами до локтей с капюшоном, чтобы покрыть голову, и длинную юбку, чтобы на меня не смотрели косо. Как оказалось, к могиле Нахмана завели туристок, группу зрелых дам. Ну, вы поймете, кто есть кто. Они отличаются от хосидок. Они отличаются от хосидок. Меня заинтересовали женщины с тазиками у мантилы Нахмана. В тазиках было тесто. Что это за обычай? Вот что мне удалось выяснить. Хала – еврейский традиционный праздничный хлеб, который готовят из удобного дрожжевого теста с яйцами. А также часть теста, отделяемая в пользу священников. Хлеб халу едят в шабаты на праздники. Отделение халы – один из видов жертвоприношения. Кстати, халой первоначально назвали именно ту часть теста, что отделяли в пользу священников. А потом это название перешло и на само хлебобулочное изделие. Теперь кусочек теста, отщипываемый при выпечке хлебобулочных изделий, и сжигают, считая при этом благословление. Хала символизирует манну небесную, поэтому ее часто посыпают маком и кунжутом, а также накрывают белым полотном. Его значение – роса, покрывшая манну. Тесто, от которого не была отделена хала, и какие бы то ни было изделия из него, не только хлеб, но и печенье, и торты, есть запрещено. Все, наверное, знают румяную плетенку. Ее советские пекари унаследовали из дореволюционного ассортимента хлебобулочных изделий. В Российской империи халы стали популярны в конце 19 века и были переняты у еврейского населения. Хала – это не всегда плетенка. Форма и размер халы зависят от того, по какому случаю она выпекается. На субботнем столе мы чаще всего увидим халу в форме косы, сплетенной из трех или шести полосок теста. На свадебном столе можно увидеть огромную 10-килограммовую халу. На еврейский Новый год Рош-Хашана выпекают круглые халы в спирали, символизирующие бесконечность жизни. Существует интересный обычай подавать на стол в канун поста Йом-Кипур халы в виде лестницы, которые символизируют стремление человека достичь духовной высоты и просветления. Почтение к хале, которую нельзя просто выкинуть, если она зачерствела, побуждает хозяек придумывать разнообразное блюдо из черствого хлеба. В еврейских кулинарных книгах всегда есть рецепты гренок, шарлоток, запеканок, в состав которых входят размоченные в воде или молоке куски черствой халы. И вкусно, и экономно. Посмотрев предыдущее мое видео о хасидах, некоторые личности написали комментарии, в которых негативно отзывались о хасидах, мол, от них только мусор и проблемы. По моему наблюдению, в хасидском квартале не больше мусора, чем на других улицах украинских городов. Почему хасидский квартал утопает в мусоре в период Рош-Хашана, мне рассказал один хасид-украинец, у которого я взяла интервью. Его вы увидите в следующем выпуске, посвященном хасидам. А сейчас мнение уманчан. Как тут у вас с хасидами? Бо деякие уманчане категорично против хасидов, они их очень не любят. Ну, на самом деле, у меня есть отношения к хасидам, до Северной Грузии, потому что они все хорошие, адекватные, нормальные люди, с которыми можно найти спильную муку, и они делают великих бесплатно-помоги у нас в городе. У нас, конечно, есть какие-то проблемы с тем, что в городе, как мы сейчас расскажем, что мы приезжаем за договоры, говорили еще что-то. Но, тем не менее, они приезжают сюда, они инвестуют в то, чтобы наше місто дальше раздавалось, чтобы было красиво, и чтобы сюда приезжало много людей. Я хотела бы узнать ваше отношение к хасидам. Вот у вас хасидский квартал, как вы относитесь? Есть хасидский квартал. А как относитесь к ним? А как вы относились? Ну, я же тут не живу, поэтому спрашиваю. Я думаю, что нормально. Нормально? Ну, это же их святыня. Поэтому я думаю, что это нормально. То есть, ну, просто некоторые уманчане говорят, что вот они мусорят, они пластинят. Нет, ну, то, что они мусорят, они же и денег столько сюда привозят. Ага. То есть плюс на минус, все-таки плюс. Я думаю, что плюс. И чем больше людей приезжает, это же плюс для города, для людей, для всего плюс. Потому что, конечно, живут, они не с пустыми журками сюда едут. Но я думаю, что это плюс. Хорошо. И тем более вы видите, что развивается, тут район же строится. Ага, да. Все так хорошо. А как вы относитесь к хасидам? У вас есть хасидский квартал, как вам хасида? Ну, это логово. То есть вам все равно? Да. Ладно, хорошо, спасибо. Я выбрала самые типичные ответы. Большинство все же позитивно оценивает присутствие хасида в Умане или равнодушно к ним, мол, они меня не трогают, и я их не трогаю. Негативно настроенное большинство сетует на мусор. А я в хасидском квартале мусора увидела не больше, чем на других улицах Умани. С темой хасидов я не прощаюсь, поскольку готовлю еще одно видео. Мне удалось взять интервью хасида-украинца, так что ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее. Впереди много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok